Здравствуйте, друзья! Живу в Восточной Сибири и сегодня я решила перевалить свои гномы вот в такие стаканчики. Они так более такие высокие, хоть не очень устойчивые, но я потом в дальнейшем из этих стаканчиков буду переваливать в полтора литровые горшки, потому что мои гномы будут находиться в домашних условиях или в тепличных примерно числа до 20, а может до 25 мая. Я их буду высаживать в тоннель, то есть под укрывной материал. Вот как на улице стабилизируется погода, я тогда их буду высаживать. Поэтому они у меня длительное время будут находиться, ну, можно сказать, дома. Не хватило у меня терпения, хотела еще подождать несколько дней и потом начать переваливать, чтобы корневая прямо у них такая была хорошая. Но я смотрю, она корневая и здесь неплохая, но все равно она еще, ну, не опутала так земляной ком. А я уже спешу, а я уже спешу. Но, как всегда, у меня не хватает, не хватает терпения. Вот, друзья, буду переваливать. Выбрала, ну, выбрала и дальше буду выбирать вот с такой хорошей корневой системы. Все они буду подряд все-таки переваливать. Вот сейчас я посмотрю и вам покажу. Так, это кайтитит у меня. Так, что же у меня там за корневая? Ну, корневая, ну, куда лучше, друзья, вот куда лучше. Тем более я буду его... Земли насыпала на самое донышко, на самое донышко, чтобы его заглубить как можно дальше. Даже, знаете, еще, наверное, высыплю. Так вот, чуть-чуть, только донышко, чтобы маленько было куда поставить. И все, и начинаю присыпать. Прямо рукой, без всякого совочка. Водичка уже у меня. Вот, посмотрите, какой он получился. Прямо совершенно такой. Из высокого получился прямо, ну, хорошенький такой. Так, вода у меня с фитоспоринчиком, а земля, земля у меня уже лесная, как я говорю, или дерновой грунт. Дерновая, то есть, земля лесная. Муж у меня ездит каждую осень, снимает дерн в таких вложбинках, там больше наносится. Земли берет, привозит тележку. И потом, так, осенью мешаю. Три ведра такой земли лесной. Два ведра перегноя. Немножко суперфосфата. И все перетираю на сити. И такая земля. Она все равно немножко тяжеловатая получается. Поэтому я еще, вот сейчас весной, когда начинаю что-то переваливать, добавляю мха сухого, перетертого тоже через это же сито. И добавляю, иногда добавляю торф, фаска. Вот у меня сейчас уже закончился, но добавляю постоянно. Вот, поэтому у меня земля нормальна. Вот, ставлю бирочку. Эту же бирочку. Мне так удобно с этими бирочками. Я всегда вижу, что там у меня, что за сорт. Так, отставляем в сторонку. Берем следующий. Я сейчас вот парочку, парочку всего вам покажу. Ой, не тот стаканчик взяла. У меня вот стаканчики здесь, приготовленные с дренажным отверстием. Я их простригла ножницами. Вот. И поэтому надо правильно брать стаканчик. Так, вот у меня еще тоже высокий. Это пурпурное сердце. Сейчас посмотрим, какая там корневая система. Вот. Тоже нормально. Даже держит ком, не разваливает. Это самое главное. И вот посмотрите, там у меня, где семидольки. Семидольки находятся прямо в стакане. В стакане, если вам видно. Вон они. И сейчас я их засыплю. Я не обрываю никаких семидолек. Раньше обрывала, теперь читаю, смотрю. Не надо обрывать, потому что хуже будет, когда ворвем. Туда в эти ранки может инфекция проникнуть. И все. И поливаем водичкой с фитоспорином. Земля у меня. Опять скажете, я сильно много лью. Но растение уже не страшно. Оно крепкое уже. Корневая хорошая. И ничего с ними не случится. Это уж точно. Да с гномами у меня и ничего и не случалось. Они у меня нормально. Всего из... Из всего количества у меня было, наверное, 52. И всего выпал один. Это был Дельта Дивир. По-моему, один маленький. Вот. Остальное все нормально. Тоже, вот, посмотрите, нормальное. Ком держит. Поэтому свободно, свободно можно переваливать. Это я тоже боялась. Думаю, господи, напереваливаю, что рассыпется земля. И будут они там... Так. Вот, видите, как глубоко он помещается так. В этот стакан. Мне эти стаканы не нравятся. Мне нравятся стаканы бочоночком. Устойчивые. Но вот как раз они пригодились для гномов. Вот. Они все-таки повыше. И у меня они заглубятся. Поглубь же заглубятся. Так. Так. Что же вот уже потеряла? Пурпурное сердце, по-моему, это вот сюда ставлю. А это стринги гном. Вот так вот я и путаю. Если сразу я не поставила бирочку, и потом и думаю, господи, а с какого же стакана? С этого или с другого? Вот так, друзья. Так. Ну-ка, сладкая жар-птица. Это повтор. То есть, эту сладкую жар-птицу я высаживала в этом... В 22 сезоне. Высаживала. И Анечка мне прислала, вот огород 365, блогер же, прислала свою сладкую жар-птицу. Сказала, что все-таки у нас разная она. И, в общем, я посажу свою и понаблюдаю. И посажу от Анечки. Ну, даже я и по рассаде вижу, что она действительно разная. Разная. Вот моя повыше, а от Анечки она такая пониже. Моя повыше. Ну, так, друзья. Сейчас буду их переваливать. Вам потом покажу, что я напереваливала. Не сказала вам, что сеяла я свои томатные гномы на рассаду 12 февраля. И вот, представляете, как они долго растут? Вот здесь, вот с этой стороны, они вообще маленькие. Это такие гномы, которые растут до метра. И есть гномы, которые растут выше метра. Это вот такие. Вот здесь, допустим, Брейд Гейтс. Обратите внимание, какой у него варегатный лист. Я ни разу не встречала таких томатов, чтобы вот с таким вот листочками, с такой окраской лист, чтобы был. Не хватило у меня терпения оставить, где корневая была. Ну, не совсем опутала земляной ком. Ну, она везде была нормальная, но не везде, говорю, опутала земляной ком. Я всю ее все-таки распикировала, всю рассаду и успокоилась. Вот так, друзья. До свидания. С вами была Наталья Гелезудинова и мой канал «Делимся опытом взаимно». Оставайтесь со мной на канале. Подписывайтесь, кто не подписался.